Каратеева Ирина Анатольевна, директор салона-магазина новых технологий здоровья Nugabest. Наш салон занимается продажей оборудования и предоставляет бесплатные услуги для людей пенсионного возраста, для детей, бесплатные услуги по оздоровлению. Наши салоны вообще по всей Украине несут миссию, и мы взяли на себя такую социальную ответственность, помогать людям пенсионного возраста, которые не имеют возможности достойно оздоравливаться в больницах и в поликлинике, предлагая вот такие бесплатные услуги оздоровления. Здесь происходит оздоровление не только физическое, но самое главное – духовное и на душевном уровне. Каждый работник в салоне, каждый консультант посещает церковь, является христианами, и в каждой церкви также есть движение, вот такое, как общественное движение родителей против наркотиков. И в каждой церкви есть реабилитационные центры, которые… Можно чуть поподробнее про Ваше движение родителей? Церковь Ваша находится в Анастасове строительстве, да? Да, да. Церковь называется? Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет, да. Пастор? Щербакова Олег Валентинович. Олег, мы его должны знать. Да, вы должны его знать, потому что тоже наша церковь принимает участие в различных городских мероприятиях. Где ваш реабилитационный центр находится? Наш реабилитационный центр находится в Сливино. Сливино и руководит этим центром полевой Кирилл Владимирович. Скажи, естественно, бывший наркоман? Да. Сколько сегодня у вас есть бывших алкоголиков, наркоманов? Вы ведете какой-то учет? В церкви? Ну да, это ведут люди, которые этим занимаются. Но я хочу сказать, что, наверное, уже больше двухсот. Но это только на тот момент, когда я пришла в церковь. Ты не калаевцы, да? Да. А за 15 лет движения в церкви, я не знаю уже сколько тысяч людей. Потому что, понимаете, нам все хотят вдолбонить в головы, что бывших наркоманов не бывает. Вы знаете, моя личная жизнь, мой муж, он тоже бывший наркоман. И только церковь помогла ему встать на ноги. Почему они так мало говорят это? Почему они стереотипы? Вот милиционеры, вот есть два стереотипа. Значит, торговля наркотиков идет при помощи, с помощью, при помощи, под крышей милиции. Но я этот стереотип для себя, по крайней мере, точно разбил. Я вижу, что, ну как бы есть у меня доказательства, что, ну не вся, я опять раз повторяюсь, не вся. Я не могу сегодня сказать, что вообще без милиции, но не вся. Я могу точно сегодня сказать, что не вся продажа наркотиков идет при помощи, с помощью. Точно так же я для себя, допустим, уже этот стереотип, как бы, ой, господи, как раз. Я тоже волнуюсь, я и больше вас волнуюсь. Вы сказали 200. Ну да. 200 человек. Ну это вот... Почему они это не рассказывают? Почему это не рассказывают? Ну, во-первых, не везде хотят принимать верующего человека. Он немножко считает каким-то ненормальным. Нет, нет, я сейчас не о верующем человеке. Я сейчас говорю конкретные случаи, конкретные случаи от вылечивания, от этой чумы 21 века, от этой страшной болезни под названием алкоголизм и наркомания. Конкретные есть примеры. Вот я, знаете, я еще не знаю ни одного примера, чтобы мне сказали. Вот этот человек вылечил его больницу. Ну не видел я такого примера. Хорошо, тогда я вас приглашаю в воскресенье в 9 утра на воскресное служение. И вы увидите тех людей, которые конкретно избавились от этой проблемы. Дворец с достроительной. Да, в 9 утра. С музыкой, с танцами, с гитарой. Вот это вот смущает нас, понимаете? Вот нас, как бы православных христиан, вот это немножко смущает. Что вот это вот гитары, барабаны, музыка. Ну, вы знаете, ну это не тема для интервью, это, наверное, просто вот в личном общении. Я для себя увидела разницу между православной церковью и вот такой нашей церковью, да, немножко непонятно. Вот у нас живая церковь... Давайте, хорошо, если не для эфира, давайте не будем, то, что не для эфира, да, не будем. Давайте тогда скажем, ваш муж, он скрывает, что он бывший наркоман? Нет. Не скрывает? Он готов сказать, ну, сказать... Сколько у него был стаж наркомана? Он именно наркоман или алкоголик? Именно наркоман. Ну, 20, я с ним 10 лет. Сколько вы с ним? И все 10 лет он был, сколько он уже в чистоте? Ну, 4-5. Ну, это уже срок. Да, люди есть, которые намного больше. Хорошо, Ирина Анатольевна, я обязательно вам приду. Значит, пожелайте нашему движению, общественному движению. Во-первых, порадуйтесь, что такое движение появится. Да, я очень рада, что такое движение есть. Общественное, не церковное. Общественное, общественное движение. Хотелось бы, чтобы просто о нем больше знали люди. Не знаю, может, это с экранов телевизора, чтобы это звучало. Ну, честно говоря, я об этом не знала. Не пускай от меня в телевизор. Не пускай. Говорит, Юлина, это ты себя пиаришь, это ты себе придумал фишку. Не пускай от нас, да. И это очень хорошее движение. Я желаю, чтобы оно ширилось, разрасталось. И сторонников этого движения становилось у вас все больше и больше. У нас. У вас, да. Спасибо. У нас. У нас, да. Спасибо. У нас. У нас. У нас.